приветствую друзья сегодня у нас достаточно нестандартное видео связано это с тем что у меня появилась видеокарточка nvidia geforce gtx 1050 видим что vegas у нас ее видит вроде бы как все отлично однако переходим к настройкам рендеринга для чего нужна видюха для того чтобы рендерить переходим сюда кастом из системам проверка графического процессора не доступен процессор графической платы это конечно же очень печально в результате у нас режим декодирования визуализировать использовать центральный процессор работает 2 не работает вот эти штуки нужны для встроенной видюхи соответственно они тоже мне не работает потому что выбрана карточка geforce и что мы получаем а мы получаем то что имея мощную видеокарту толку 0 приходится рендерить на процессоре на процессоре 15 минутное видео рендерится примерно 40 минут при этом процессор где-то грузится на 92 96 процентов я долго искал что-нибудь по данной тематике и нашел какую-то внешнюю утилиту которая подгружается с вегасом вместе они как-то взаимодействовать но в результате у меня рендерит гораздо дольше то есть 15 минутное видео рендерится не 40 минут от 70 минут и в результате его еще процессор загрузится больше чем на сто процентов вообще у некоторых людей в комментариях люди пишут что вообще компьютер выключается то есть ну не знаю какой смысл данной утилиты если рендерить на процессоре быстрее и меньше нагружает систему вариант какой ну все что нашел в интернете друзья один единственный вариант это ставьте себе адоб премьер адоб премьер чем он вообще хорош и чем он мне действительно понравился я срендерил несколько видео на адобе то есть я могу делать ролики что на вегасе что на премьере мне без разницы я изучил их примерно одинаково и что я могу сказать ну по сути приложение очень очень схожи адоб чем хорош он хорош тем что он отлично взаимодействие со своими автор эффекса иллюстратор photoshop вот если вам нужна вот эта система вот эти взаимодействия то имеет смысл переходить на адоб премьер если же вам нужно монтировать ролики для ютуба то толку в этом вообще ноль адоб премьер действительно используют графический чем 15-минутное видео он у меня рендерил 30 минут то есть умножаем на 2 7 минутное видео где-то 14 минут при этом графический чип у меня грузился на 100 процентов центральный процессор грузился где-то на 80 процентов ну в общем достаточно массивная программа и рендеринг у нее достаточно долгий несмотря на то что полностью задействовать всю систему изучал изучал на 13 вегасе вариантов 0 на 14 вегасе вариантов 0 а на 15 версии увидел что в обновлении есть такая штука как поддержка новых систем и что я тут нашел но во первых смотрим визуализация на sony и виси так кастом из темплейт и мы видим что максимальный битрейт который можно выбрать это 26000 все на этом все так и после этого я нашел magic и виси смотрим есть у нас интернет hd 1080p 50 кадров и nvidia nveng благодаря вот этой технологии друзья 15 минутное видео рендерится примерно 10 12 минут и более того графический чип и задействован около 20 процентов и центральный процессор около 70 процентов смотрим что он может собственно и мы здесь видим что у нас средний битрейт 20-40 тысяч причем он может быть гораздо больше то есть в 15 версии вегаса что мы имеем друзья мы имеем быстрый рендеринг 1 плюс 2 меньше загрузка системы и третье улучшенное качество круто очень круто то есть получается один и тот же ролик с рендерить на вегасе получается гораздо быстрее с меньшей загрузкой цп и это супер здорово более того если у вас допустим не nvidia просто какой-то новый процессор который имеет свои технологии ускорения тоже поставьте 15 вегас посмотрите что здесь иногда появляются не nvidia nvenko другие технологии которые позволят вам также ускорить рендеринг вашего видео то есть если у вас какой-то старый процессор какая-то старая система конечно можно оставаться на четырнадцатом тринадцатом вегасе может даже двенадцатом но если у вас новый процессор или новая видюха имеет смысл поставить 15 посмотреть что они сделали ребята из magic side ну реально молодцы они действительно сделали здорово они первое на что обратили внимание это на новые технологии кроме того они не стали уничтожать старая то есть старая надежная многие люди к его привыкли им удобно они оставили как есть и добавили еще свое вообще молодцы если сравнивать вегас и премьер чем же мне вегас больше нравится первое что можно делать это конечно уже вот такие вот прикольные наложения очень наглядно очень здорово очень классно то есть можно стык стык можно делать наложение все это классно можно делать также переходы но я например переходы все делаю при помощи автоматизации автоматизации там и там делается примерно одинаково так что разницы никакой нет однако вот для редактирования аудио вот здесь есть вот такая вот фишка это очень удобно во первых можно различные кривые для этого использовать да это все можно сделать при помощи вставка огибающая громкость но это не так наглядно не так удобно как вот здесь для чего это используется например если у нас в конце одной нарезки был вдох в начале 2 тоже вдох получается два вдоха и это звучит ужасно и для того чтобы красиво отредактировать аудио вот это вот штука но просто очень удобно подобного нету в премьере и вот подобная обработка звука в премьере занимает примерно в два раза больше времени очень удобно очень здорово точно также для видео но для видео я использую редко и не использую различные виды кривых для звука очень часто и очень много и так о чем же данный ролик ролик о том что можно если у вас новая какая-нибудь видеокарта если у вас какой-нибудь свежий процессор имеет смысл поставить 15 вегас посмотреть что собственно он предлагает вам для вашего железа по поводу перехода на адоб можно если вам нужен какой-нибудь photoshop after effects вот это все взаимодействие если вы делаете фильм действительно возможно это имеет смысл если же вы делаете ролики для youtube а то удобнее вегаса наверно для ютуба ничего и не найти все что нужно есть автоматизация есть всякие подрезки наложения все эффекты возможные внешние все это есть все это здорово ну собственно для nvidia 1050 geforce а можно использовать 15 вегас меньше загрузка от процессора быстрее рендерит все очень круто ну если у вас есть какие-то вопросы конечно задавайте их комментариях также если вам интересно например как я делаю монтаж тоже можете написать задать вопросы если накопится много интересных вопросиков сниму об этом дополнительное видео ну на этом всем спасибо подписывайтесь на канал ставьте лайки смотрите другие видосы оставляйте комментарии конечно же всем пока пока